Для Беларуси сегодня проблемы наркомании и пьянства среди молодежи актуальны. В Брестской области для отслеживания ситуации постоянно ведутся различные мониторинги и опросы, проводятся беседы и круглые столы. Регион в силу своего географического положения активно развивается, налаживая партнерские связи со странами как Запада, так и Востока. Совместно строятся экономические и политические отношения, совместно решаются и социальные проблемы. Международная конференция по вопросам сотрудничества белорусских и шведских общественных организаций и государственных структур в сфере профилактики рискованного поведения подростков и молодежи собрала в стенах конференц-зала Брестского горосполкома именно тех, кто непосредственно связан с этими проблемами – работников сферы образования, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров, а также лидеров общественных объединений, которые во главу угла ставят борьбу с так называемыми молодежными пороками. Как считают организаторы мероприятия, данный форум призван найти общие принципы для решения насущных подростковых проблем, а также подвести итоги плодотворной совместной работы. Сегодня мы проводим международную конференцию по организации взаимодействия государственных и общественных организаций Белоруссии и Швеции по профилактике наркомании, пьянства и токсикомании. Это своего рода подведение итогов четырехлетнего сотрудничества наших учреждений, наших служб со шведскими коллегами, общественными организациями, полицией, другими структурами в профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних. Я считаю, что наша работа достаточно успешна, даже очень успешна. Мы работаем на самых разных уровнях, на двух фронтах, так сказать. С одной стороны, мы работаем с крупными торговцами и распространителями наркотиков, с другой стороны, мы работаем также с людьми, которые занимаются употреблением наркотиков на самом низу, наркотической пирамиды распространения. При этом следует отметить, что употребление наркотиков в Швеции также является преступлением. Сотрудничество Брестского региона и Швеции в социальной сфере продолжается уже более 10 лет. Реализовано огромное количество проектов, которые охватывают широкий спектр проблем. Наркомания и пьянство среди молодежи, проблемы психологического профиля и табакокурения. По совместным наработкам изданы методические пособия. Именно это говорили участники мероприятия, выходя с докладами за трибуну. Многие проекты были реализованы в проблемных регионах области. В частности, деятельность культурно-творческого объединения «Коллегиум», которая работает в двух направлениях. Развитие физической активности, пропаганда занятий спортом, а также так называемые семейные беседы за чашкой чая, когда в неформальной обстановке подростки могут поделиться своими проблемами и переживаниями. Наша организация «Пинская». Мы работаем в Пинске уже 14 лет. И профилактика рискованного поведения молодежи – это одно из основных направлений нашей деятельности. В Пинске мы работаем в двух клубах. Это клуб «Ровесник ровеснику». Мы готовим лидеров, которые в дальнейшем будут работать в движении равные равному, вести профилактическую работу в среде сверстников. И в клубе «Точка» мы работаем с ребятами, которые стоят в инспекции по делам несовершеннолетних на учете. Наша работа основана на двух, скажем так, китах. Это спорт и чаепитие и рассуждалки. В Беларуси и в Брестском регионе, в частности, особое внимание уделяется вопросу здоровья молодого поколения. Выставка «Содействие здоровому образу жизни», конкурсы плакатов и сочинений, которые красочно рассказывают о том, насколько негативно сказываются на здоровье подростка употребление и злоупотребление алкоголем и табакокурением. Активно разрабатываются приборы и медикаменты, помогающие бороться с недугом, когда, кажется, выхода уже нет. Однако совместными усилиями, так считают участники международной конференции, можно добиться положительных результатов в решении подростковых проблем.